Впервые миру показали страшные архивы КГБ о Бабьем Яру. Они вошли в экспозицию «Смертельный путь», открытую накануне 75-й годовщины массовых расстрелов в одном из уголков столицы Украины. Документы репрессивной машины, рассекреченные службой безопасности, помогают понять механизмы подготовки, ход зачисток, попытки их сокрытия. Также посетители смогли увидеть фото и личные вещи расстрелянных людей. Все жиды Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября 1941 года, на угол Мельниковой и Доктриевской улиц возле кладбищ. Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит распоряжение и будет на один другом месте, будет расстрелян. Более двух тысяч таких объявлений были развешаны по всему Киеву. И евреи пошли. Не потому, что не знали, что происходит и верили властям, а потому, что не имели выбора. Вы просто подумайте. У людей во время своего смертного пути было еще время подумать, как они идут на смерть. Каждый, наверное, думал, почему, ради чего, что я плохого сделал. Только потому, что я еврей, ром, украинец. Стоит только задуматься над этим и сразу чувствуешь ту боль и ту огромнейшую трагедию страшных времен. Рувим Штейн – один из немногих, которым удалось избежать смерти. Помогла внешность, голубые глаза и светлые волосы. Его внук Даниэль невероятно похож на дедушку. Играет на пианино расстрелянной Елизаветы Бриксман и хорошо знает семейную историю. Его подтолкнул один мужчина, и он залез в водосточную трубу. А вот его матери и маленькой сестре, к сожалению, спастись не удалось. Он убежал и встретил своего одноклассника Медведенко. Ой, извините, пожалуйста, Бобровского. Он дал ему метрику на имя Медведенко, моему деду. То есть, чтобы дед мог спокойно работать, чтобы получить пропуск, чтобы перейти через Днепр. Кроме Рувима, избежать смерти тогда удалось еще 28 евреям. За два черных дня расстреляны более 33 тысяч их собратьев. Всего же за 103 недели нацистской оккупации Киева Бабьи Меру были убиты более 100 тысяч человек. Среди них советские военнопленные, украинское национальное подполье и просто мирные жители. Репрессивная машина не щадила никого. Затем старательно и цинично пыталась скрыть свои преступления. С подходом войск к Киеву нацисты поняли, что удержать город они не смогут. Поэтому приняли решение провести зачистку в Бабьем Яру. Для этого из заключенных сырецкого концлагеря создали группу смертников. Им заковали ноги и отправили на работы. Они откапывали тела. Эсэсовцы еще раз пересматривали вещи, забирая себе. Потом заключенные забрасывали тела в специальные аккрематории, которые были построены на скорую руку. Экспозиция «Смертельный путь» представляет более 500 экспонатов, подтверждающих зверскую жестокость тех времен. Секретные архивы КГБ буквально недавно рассекретила служба безопасности Украины. Это действительно страшная братская могила. Один из символов преступлений нацистского тоталитарного режима. Но эти преступления на протяжении долгого времени скрывал другой тоталитарный режим, коммунистический, который не хотел упоминаний о жертвах Бабьего Яра. Потому что эти люди, по мнению советской пропаганды, не заслуживали памяти. В Бабьем Яру до сих пор явственно чувствуют сострадания и боль тысячи невинных убитых. Лидия Луценко, несмотря на преклонный возраст, приходит сюда почти каждый день. Приглядывает за памятниками расстрелянным, как будто бережет их души. Кладет цветы, читает молитвы. Много людей, которых я знала, не я, а моя бабушка, которые погибли. Не только евреи. Здесь очень много погибло киевлян. Вот. Поэтому я пришла поклониться. Потому что это память. Мы должны это беречь и помнить. Эта женщина не единственная, кто помнит о трагедии не только в годовщину. И приучает к сбережению памяти детей и внуков. Это видно по свечам, цветам и игрушкам у монументов. Такие, как Лидия Луценко, уверены, без истории нет будущего. Без знания о прошлых черных бедах нет последующих светлых дней. И именно почтение невинно убиенных дает нам нужную силу, чтобы сквозь боль двигаться дальше. Любовь Задорожина, Игорь Каркадым, UATV